Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и мы начинаем новую серию ваших вопросов и моих ответов. Итак, начнем мы сразу с интересного вопроса, все по порядку, буду выкладывать видео, так что ждите, ждите свои видео по запросу. И значит, первая в списке у нас Nobody's Home, так ее имя, никнейм, и она спрашивает, снимите, пожалуйста, о том, что делать, если ваша подруга эгоистка, ее интересуют только ее проблемой и говорит она только о себе. Первое, что я могу сказать, что каждый из нас говорит только о себе, и все мы эгоисты, просто в разной степени. У меня есть знакомые и подруги, такие, которые тоже любят поговорить о себе, я не вижу в этом ничего такого, потому что я в первую очередь нацелена на своих подруг, я нацелена не на то, чтобы говорить свои проблемы, я нацелена на то, чтобы слушать чужие проблемы, то есть у меня вот так вот. Конечно, можно и о своих поговорить, и когда ты отдаешь много человеку, и слушаешь, и помогаешь, то бесспорно твоя подруга, если она настоящая подруга, выслушает тебя и с удовольствием послушает. Причем, знаете, что могу сказать, что подругам отчасти, ну даже не подругам, а людям, где-то в какой-то степени нравится, не то, что даже нравится, судя по себе, да, когда какой-то другой человек говорит о своих проблемах, то другой человек, собеседник его, забывает о своих проблемах. Ну, то есть смысл в том, что если мне, например, очень плохо, да, то я иду к своей подруге, и когда она начинает мне жаловаться на то, то или то, да, я понимаю, что у меня все не так плохо, понимаете? Это порой такой метод иногда, просто послушать проблемы других. Соответственно, и есть, может быть, кто-то это не осознает, но у других людей есть такая потребность, не потребность, а такой, как бы, ну, хороший способ поднять себе настроение, послушать о других проблемах. Поэтому, в принципе, может быть, это даже вы, эгоистка, в каком-то смысле, что обращаете на это внимание, что вы не говорите, а говорит только она, ничего страшного, может быть, у нее просто больше проблем, может быть, она более зависима от вашего мнения, может, она просто говорушка такая. В общем, знаете, все друзья и подруги, они как бы познаются, да, на опыте, и вот если вам сложно, конечно, слушать все время, да, вы хотите как-то, чтобы было 50 на 50, то, наверное, как-то вам не по пути, вам неудобно вместе, потому что мне кажется, что все должно быть вместе, да, либо вы любите слушать, она тогда говорит, если вы не любите слушать, тогда как-то вам нужно это вот, либо другую подругу, либо что-то в себе поменять. Просто мой ответ на этот вопрос в том, что это нормально, это нормально. В первую очередь нормально, когда люди говорят о себе, и они эгоисты. Просто степень, которой вы позволяете по отношению к себе, да, то есть у меня была подруга, которая просто, я говорю, давай пойдем где-нибудь посидим, а она мне могла просто сказать, ты платишь, задать такой вопрос, да, я считаю, что это грубо, что я не мужик какой-то, чтобы вот так со мной, да, я считаю, что вот это да, вот это эгоистичность какая-то, и во всяком случае для меня такие вещи как бы не особо приемлемы, в общем, я их не очень люблю, потому от таких подруг как-то потихонечку избавляюсь, да, то есть если у подруги нет денег, она должна как-то корректно на это намекнуть, да, или там, в общем, ну никак не грубить. Вот это эгоизм. Но для кого-то это может быть нормальным, и, ну, у всех свои отношения. Бывают понебратства в отношениях с подругами, с друзьями, тоже нормальные, например, слышь, ты там это, или друг друга там, грубо говоря, обсирать в компании каких-то, ну, я тоже вот этого не приемлю, не люблю. Может быть, какие-то шутки, подколки очень легенькие, и то смотришь на реакцию, чтобы не обиделась ни в коем случае на минутку, можно же зацепить в наших шутках кого-то. Вот. Поэтому мы все эгоисты, нормально, вот вопрос только того, насколько вас это напрягает. Если сильно напрягает, то меньше встречайтесь с этим человеком. Вот. А иногда, если вам очень-очень плохо, то с таким даже очень полезно встретиться, послушать ее проблемы, вы подумаете, ох, да у меня фигня, тут вот человек как заморачивается, вот что у него. Итак, я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Если что-то появилось еще, то пишите обязательно в комментариях, я все читаю. Если нужно видеоответ, то тоже просите, если он будет интересный. Чтобы я не отвечала в двух словах, я, конечно, лучше в видео отвечу. А также, если было полезно интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и переходим к следующему вопросу и в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok